Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули. Я планировала снять при дневном освещении, но, к сожалению, пока я болтала по телефону с подругой, солнышко удачно село. Сегодня у нас лапша быстрого приготовления пикапон и очень вкусная колбаска российская. Она настолько вкусная, что мамочка немножко у меня забрала, и поэтому тарелка не полная. Беру нарезку. Подобный мукбанг я уже снимала месяц назад, но это для меня как суши. Постоянно должно повторяться. Заварилась я пикапон. Какая красота! Просто горячий. И сегодня буду отвечать на ваши интересные вопросы. А то я то про квартиру, то еще про что-то. Вот поэтому как-то так. Вкусная чища! Первый вопрос. Я уже заскринила и подготовилась. Аккаунт называется Mary332. Лайка, привет! Я так же, как и ты, фанатею по Дому 2. Очень нравится проект, и сейчас не перестаю его смотреть. Расскажи, пожалуйста, смотришь ли ты новый Дом 2 на канале Ю, и как тебе проект? Одно время ты говорила, что смотреть не будешь. Конечно, эта тема не всем интересна, но на вопрос хочется ответить. Что касается Дома 2, я говорила, что его смотреть не буду. Но потом я еще пару серий посмотрела и поняла, что... Поняла, что... Поняла, что мне не нравится. Они конкретно сократили бюджет. Ну, понятное дело, наверное, денег действительно нет. Раньше, я помню, был такой конкурс у них «Человек года». И участник, который выигрывал этот конкурс, получал квартиру. Прикиньте, квартиру в Москве. Даже если это однокомнатная квартира, это был огромный просто приз. Люди голосовали. Я помню, даже я голосовала. Давно еще ребенком была. Отправляла смс. Смс это было платное. И голосовали все. Мне кажется, даже как-то окупалась эта квартира. Кстати, последний год... Ну, как последний? Прошлый год. Когда был этот конкурс «Человек года», они сказали, что приз будет, но мы не можем сказать, какой. Будет сюрприз. И все думали, вот, наверное, не квартира, а какой-то пентхаус будет. Потому что на протяжении 10 лет постоянно, каждый год «Человек года», кто выигрывает, получает квартиру. И вот человек выиграл и узнает свой приз, и ему говорят, что он выигрывает 1 миллион рублей. Это, конечно, очень приятно. 1 миллион рублей и все дела. Добро пожаловать в том, что участники сами тоже тратили деньги, отправляли за себя голоса. То есть там тоже имеется расход. И тут тебе вместо квартиры просто 1 миллион рублей. Конечно, все удивились, что почему сразу нельзя было сказать, что не квартира, а 1 миллион рублей. Потому что получить даже копеечку, например, мне приятно. Я вот никогда нигде ничего не выиграла. Ни в каких гивэвэях, ни в чем. От удопа 1 миллион. Но еще тогда, я смотрела выпуски в инстаграме, еще тогда у некоторых закрались вопросы, что, видимо, бюджет уже не тот. Вот обманули, типа. Сказали сначала, типа, будет очень крутой приз. Мы не можем сказать, какой. Все начали додумывать. Там будет огромная хата. Вот тогда уже надо было задуматься. А сейчас призы, там, не знаю, поехать на Сейшелы, я как поняла. Вот не особо интересно. Позвали тоже, мне кажется, таких участников, которые уже, ну, как бы, другого места не могут себе найти. И уже пришли на проект. То есть не ярких участников, которых действительно интересно смотреть. Проблема в том, что вот эти яркие участники, которые уходят, их из-за проекта интересно смотреть. У них в Инстаграме дофига подписчиков, и они, как бы, с этого тоже имеют деньги, хорошо зарабатывают. Зачем им возвращаться на проект? Так что, мне интересно, к сожалению, как бы я любила этот проект, наверное, у каждой передачи есть свой срок. И когда истекает срок, людям становится неинтересно, как поле чудес. Но не смотрит уже никто поле чудес. ТНТ вообще стал такой юморной канал, так скажем. Опять же, каждому свое кто-то смотрит. Если вы смотрите, напишите, пожалуйста, в комментариях, за кем вот вам лично интересно наблюдать. Ой, как вкусно! Как это обалденно! Обожаю! Обожаю Биг Бон! И вот такая вкусная колбаска. Это просто рай! Темнеть на улице стало поздно. Договорились Шелли в пятницу после ее работы увидеться. Я думаю, ну вообще, идеально. Следующий вопрос задает его Валентина. Айка, помнишь, ты рассказывала про свой второй канал, что создала его? Даже мы консультировали тебя насчет названия в Инстаграме. Что произошло? Почему ты решила его не вести? Не слышала от тебя никаких комментариев, да и вообще ссылки на этот канал. Я не помню, я вам рассказывала, уточняла этот момент или нет. Но дело в том, что я поняла, поняла, что влоги смотрят и здесь. Зачем их отделять от мукбанг? Вот, например, вы листаете мой канал. Нравится? Заходите на влог. Не нравится? Зайдите на мукбанг. Многие начали писать в комментариях, что без влогов канал мукбангов будет неинтересен. Я в какой-то степени с вами согласна. Действительно. Желли мне тоже сказала, что, говорит, лучше не отделять. Только мукбанги скучно. В какой-то момент становится, ну, неохота смотреть, например, мукбанги, а хочется посмотреть какой-то влог. Да и вообще, я часто ссылаюсь на то, что там, не знаю, во влоге я вам рассказала эту историю, или, например, во влоге я показала про то, что я рассказываю о мукбанге. Поэтому вообще это была цель на 2021 год создать второй канал, развить его. Но сейчас я понимаю, что это не нужно. И так, и так все офигенно. Я просто как бы хотела себе резервный канал. Вдруг взломают. Удалят. Не дай бог, но всякое бывает. Конечно, хорошо бы иметь второй канал. Люди второй инстаграм даже создают. Но я просто не знаю, что туда снимать. Без влогов этот канал будет слишком скучный. А что там? Одно время игры хотела снимать. Let's Play и Simpsons. Но потом я подумала, чтобы снимать игры, мне нужен на самом деле очень мощный компьютер. Пока что, к сожалению, у меня другие проблемы. А снимать, что попало? Ну, не знаю. Распаковку какую-то. Что там? Такое я могу здесь снять. Так что, как бы не прискорбно было это понимать. Но идея, мне кажется, была провальной. Как бы я не посоветовавшись со всеми, решила создать. А потом что-то все вокруг начали меня критиковать. Кстати, вот эта шоколадка от Nesquik. Я ее обожаю. Мы каждый раз, когда видимся с парнем, он мне покупает такие несколько штук. Просто любимая шоколадка. Ммм. 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 До конца просто. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки. Всех люблю. Пока. Ммм. Ммм.